К санкциям Америку толкает сочетание объективных и субъективных интересов американской властвующей олигархии. Объективно, Америка сегодня теряет мировую гегемонию. Она уступила Китаю уже в объемах производства продукции, в объемах экспорта высокотехнологической продукции. Китай стремительно догоняет Соединенные Штаты по количеству ученых и инженеров. И многие передовые китайские разработки сегодня завоевывают мировые рынки. Он растет с темпом, который пятикратно превышает темп развития американской экономики. И система институтов, которая сформировалась в Китае, является образцом нового мирохозяйственного уклада, который намного более эффективен того финансово-олигархического мирохозяйственного уклада, который доминирует в Америке. Доминирующая в Америке система институтов, которая обеспечивает права финансовой олигархии, привела сегодня к дестабилизации американской валютно-финансовой системы. Она практически ежегодно проходит через два дефолта. И мы видим, что пузыри американских долгов растут, как снежная лавина. Предпосылки глобального финансового кризиса 2008 года не исчезли. Финансовая пирамида дериватив, пирамида американского госдолга продолжает расти по экспоненте. И с точки зрения теории систем, бесконечно этот процесс продолжаться не может. Поэтому американская олигархия заинтересована в сбрасывании времени своих долгов. Для этого они ведут гибридную войну не только против России, но и против Европы, против Ближнего и Среднего Востока. Смысл этой войны – усиление контроля за периферией. Как всегда, при смене мирохозяйственных укладов, страна, которая теряет лидерство, теряет мировую гегемонию, стремится развязать мировую войну за контроль над периферией. Поскольку американцы считают постсоветское пространство своей финансовой и экономической периферией, для них восстановление контроля за нашей территорией – это вопрос их, как они считают, экономических интересов. Это объективная сторона дела. Субъективная сторона дела заключается в том, что американский политический эстеблишмент воспитан на химерах больного воображения геополитиков 19 века.